Снова что-то тут света нет в коридоре, почему-то не только света. В общем, 30 декабря. Привет, мои любимые. Веселуха. У нас нет горячей воды в кране, у нас нет батареи, не греют. Я пошла по соседям, спросила у Алены, у нас горячая батарея, спросила у Евгении Павловны. Там вон понаписали, опасная зона, потому что это может упасть, и еще не упадет никак. У Алены тоже батареи на кухне горячие. Сейчас тут еще внизу потрогали. Не знаю, почему у нас нет. Длинка-длинка меня достала уже. Хотя я ее мажу постоянно. Ледяные. Вот так вот. Сны мне снятся. Ну вообще, сейчас снился сон. Ну, в смысле ночью. Конечно же, не сейчас. Сейчас уже времени 10 или 11 или что-то около того. Привет, Петербург! Привет, мой любимый! Привет, привет! Снился сон, что я в своем городе детства. И там почему-то со своей подругой в моем доме, в этом, на проспекте Металлургов в 94-м. И я там почему-то на лифтах катаюсь. И с первого этажа до какого-то верхнего доезжаю. Потом лифт ломается. И я огорчаюсь, что мне, наверное, придется пешком спускаться. И решаю остаться там. Где-то на верхнем этаже. Такие сны. А потом мы идем по улице. И встречаем какую-то женщину пожилую. Она так странно одета, как в холщовое что-то. Ну вот, как знаете, раньше люди одевались, как мешковина. Что-то такое. У нее какая-то одежда. И я так сажусь на курточке, беру свой рюкзак вот этот, открываю и так с рюкзака достаю яшку. Ну, свою эту голубку белую. И она там почему-то вся такая внизу. Такая тепленькая. И внизу у нее как мох и земля и еще что-то. Я так ее достаю из рюкзака. А эта женщина смотрит и говорит, «Это мне?» А я как в мультике говорю, «Тебе!» А она говорит, «А за что?» И мы вдвоем с Юлькой говорим, «Просто так!» И она на нас так смотрит снизу. Но она тоже на курточке села. А я ей отдала голубку и уже так встала. И мы стоим с Юлькой на дне. А женщина так снизу сидит и держит нашу голубку в руках белую, яшечку. И говорит, «Я вижу, что вы вдвоем!» Что вы обе, короче, просветленные. Вот. И я так трынко просыпаюсь. Смотрю на часы 5 утра. Мне холодно. Потрогала батареи вообще как лед. И чуть ли не пар изо рта идет, потому что, правда, очень-очень холодно. Вот я вышла пройтись и немножечко погреться. Реально холодно. Я вот сидела, думала, что мы с вами поговорили про любовь, про страх, про верность. Ну, верность, вера. Это один глагол. Для меня это можно сказать одинаковые слова. И потом я подумала о долге. О, ауди. Вот интересно, что для вас, мои любимые, вот именно мои слышащие люди, что для вас такое вообще долг? и есть ли такое слово? Какая красивая машинка. Ну, я не знаю, долг. Долг там есть же у людей. Ну, как это сказать, чтобы не обидеть? У обычных, ну, наверное, это не обидчивое такое слово, просто у обычных, у всех людей вот есть долг перед стариками, перед родителями, долг перед детьми, там, я не знаю, долг перед родиной. вот у меня тоже раньше был долг. Я всегда считала себя, ну, я была вообще таким считоводом, считала себя патриотом своей родины, имеется в виду Россия, хотя я родилась, как вы знаете, на Украине, но я никогда в жизни, ну, в советское время не было, как говорится, Украины или Узбекистана или Таджикистана, мне так кажется. А не было Белоруссии, а все было великая советская Россия. И мы там все выросли русскими или как там, советскими, и везде, где бы мы не ездили в другие страны, везде нас считали русскими. Сейчас, например, приезжают куда-нибудь там в ту же Индию или куда-то в арабские страны и говорят, там, я из Белоруссии, там, я из Украины, там, или я из еще откуда-то. А раньше все говорили Россия, с Россией, короче, Россия, Россия, Русия и так далее. Вот. И я вот подумала, что вообще для человека, который осознанный или проснувшийся, или который ну вот именно осознанный, который осознал себя в моменте, что он есть, картошечка, кто он и так далее, и так далее. у него нет вообще априори такого чувства долг. Наверное, единственное, что такое похожее на этот долг, это долг перед собой, а именно быть счастливым, быть осознанным, то есть осознавать Бога внутри себя, что ты против себя никогда не поступишь. Ты там, я не знаю, не ударишь ногой собаку, или там кошку, или кого-то, не оскорбишь человека. В общем, поступаешь с ближним так, как хочешь, чтобы с тобой поступали, наверное. И можно сказать, что это какое-то ожидание. То есть от другого, сколько людей в магазине, вообще жесть. Можно так увидеть, что это просто как какое-то ожидание. Вот. ты так поступаешь, потому что хочешь, чтобы кто-то с тобой так же поступал. Но, мои любимые, это идет неосознанно. То есть нет такого вот как у расчетливых каких-то людей, которые рассчитывают, если я вот это вот ему сделаю, то он мне там сделает вдвойне, как вот у моего бывшего. я хотела яйца купить. Так что это когда человек уже осознанно у него идет как сказать, само что ли. Или не говорится так само. У него там наш потрудник. Возьму эти вилошу. Вот это хороший трек. Вроде бы целенькие. Здравствуйте. Можно грудку. Вот эту. Ага. Благодарю. Хорошего дня. Спасибо. Не знаю, что еще надо. мороженку. Не хочу. Мне и так холодно. Я так мерзну. Дома вообще жизнь. Сижу в трех кофтах, в двух штанах. И как это самое как на Северном полюсе. Очередь. А я думала старшу очередь. Нет, просто ходит. Будет. солнце. И сердце. И действует... И Та-та-дам. ... может меня пустит у меня карточка здравствуйте прошу шоу рыки дня у меня рюкзак спасибо сейчас секундочку благодарю наступающим доставки конечно вышла немножко согреться и не очень-то согрелась вот до магазина в магазине уже получше летают полно летите летите через полночь и солнце в зените так вот о чем это я а о том что я была вот вся обученная с детства вот этому долгу долг родине долг там чему-то кому-то непонятно чему в общем полное запутывание в голове я помню такой момент очень-очень хорошо когда я с катечкой на руках шестимесячной убежала ну как я убежала сначала с пацанами и с ней а потом дед это бывшего отец забрал у меня мальчиков и я убежала с малой малая у меня была на руках у меня ее не смогли вырвать я в общем с ней убежала берут посольство и там спасать в посольстве было закрыто было времени часов 5 утра или о пол пятого в общем очень-очень рано было потому что всю ночь я не спала а потом на какой-то на каком-то таком маленьком автобусе кити по маршрутке добралась все-таки до берута и там какой-то дедушка меня отвез от полы пола это так место центральная беруте ну кто живет там тот знает кто там жил вот он меня оттуда отвез посольство в российское привез меня туда посольство естественно закрыто и он мне говорит дочка а чё ты тут будешь сидеть и с ляточкой на руках и такая рань все равно закрыто почему ты не пойдешь в каритос каритос конфетка когда я была маленькая я могла ее поднять и скушать я была наверное более свободная чем сейчас от ума вот говорит почему ты не пойдешь посольство не посольство авторитас это христианская какая-то община которая помогает женщинам иностранкам над которыми издеваются странах дальнего востока или как она там называется не знаю а я говорю я не знаю где это а а мне ну дядя он горит так я тебя отвезу и он меня туда короче отвез и я в этом посольстве было двое суток у меня там забрали малую они ее там сами купали меняли ей памперс играли с ней кормили ее и так далее и так далее ну как кормили кормили мне приносили она грудь тогда только кушала ничего больше вот там офигенные условия и психологи работают и все остальное вот и меня там спрашивают в такую страну я хочу чтобы меня с катечкой переправили чтобы я там жила мне там типа дадут жилье и обеспечение для ребенка до 18 лет бесплатное обучение и так далее и так далее и так далее что я там со временем выучу язык и мой ребенок будет со мной жить и никакой мухаммед меня нигде не найдет и у меня сразу же первая мысль что я хочу в россию больше никуда и так им сказала они говорят нет наше вот это сообщество коритос это христианское распространяется только там на европу на канаду на еще какие-то страны мне говорили франция и испания еще что-то я говорю нет я хочу в россию это моя страна больше никуда не хочу они говорят ну тогда извините тогда мы вас повезем в посольство в российское и меня привезли в российское посольство и я там сидела в каком-то предбанники с катечкой и они позвонили бывшему вызвали его потому что он ответственен за меня типа в этой стране и так далее и так далее им пофиг что он хочет чтобы я исчезла или кроме его общественного мнения больше нифига нет ему пофиг на меня на мои радости и грусти он себе уже выбрал другую женщину и у него уже совершенно другие планы вот так я вот сейчас задумываюсь почему я откуда у меня это в битах было в голове что мне кроме россии ни одна страна не подходит главное же абсолютно не место понимаете где я а главное вот где я по-настоящему где моя душа где я есть и чувствую себя на тот момент я чувствовала себя естественно только рядом с детками и без деток меня не существует но это тоже вот такое вот заблуждение ума и всех вот этих вот программ устой которые во мне за жизнь накопились или накопил накопил кто-то кто я и тут стоит задуматься кто же это такой этот я кто накопливал ноги руки или мешок какой-то с собой носила нет это тот самый ум который все хочет прибрать и сделаться владыкой морским и чтобы ты была у него на посылках не знаю по моему не очень получилось мне поговорить о долге ну по крайней мере я попыталась люблю 8 мои родные 30 декабря завтра новый год спасибо что вы есть пусть у вас все 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 будет так как вы хотите и не иначе не ваш ум а именно вы спасибо